настроены вы на жизнь или нет как вам сейчас вот сейчас вот прямо сейчас как вам и вчера было классно и подавчера было классно и до этого тоже было классно ну понятно что каждый человек хочет прожить счастлива жизнь жизнь вообще как мне и я понял что мне на не очень и жизнь превращалась но просто в проживание это было пищевый момент проживается у каждого в том состоянии в котором вы хотите всегда вы давно кому не говорили люблю тебя вот отсюда чист с чистым сердцем люблю тебя открыть и маме своей люблю тебя мама это красота что я сделаю на горе рассвет встречаю тут классное место видовое тут встает солнце о как сказал а сегодня хочется поговорить о самом главном а что это такое что у вас самое главное в жизни вообще у меня самое главное в жизни это ну помимо меня самого моего тела мам папы семьи самое важное на что что и чему уделяю внимание это мое настроение почему это важно потому что от него зависит все как я проживаю сегодняшний день если настроение хорошее все прекрасно настроение плохое ну чтобы там не было вокруг на какой бы машине ехал на каком бы острове не жил ну ничто не имеет значения потому что мое настроение расстроено и для меня настроение является самым важным об этом я подумал какое-то количество лет назад и занялся изучением того что нужно сделать для того чтобы мое настроение было всегда настроено и стал мастером настроения у меня школа настроения и учу людей как приводить свое настроение в порядок настраиваться то есть ну как я знать как мастер по настройке фортепиано мне есть ключ который ключи которые там подкручиваю книгу даже написал на эту тему поскольку в режиме изучения своего настроения погружался в глубочайшие депрессии вплоть до потери смысла жизни и выбирался из них героически о чем написал книгу путеводитель по депрессии и помогаю сейчас людям выбираться из разных ситуаций которые связаны с их эмоциональным состоянием которые случаются у всех скорее всего потому что это нормально это физиологические процессы которые свойственные разным периодом жизни и если сегодня у тебя настроение хорошее то завтра она может быть не очень в силу разных обстоятельств просто там гормоны гормоны на самом деле потому что настроение зависит от гормонов но гормоны возникают не просто так у них есть команда на то чтобы они либо вырабатывались либо нет но это наше сознание вот как бы раз как раз сознанием я работаю потому что нашел закономерности и понимаю где куда когда нажать ну или сказать или что-то сделать для того чтобы наше сознание давал нужные команды и вырабатывала гормоны нужно и нужного количества и нужных нужных направлений чтобы настроение было четким настроение и об этом стоит задуматься вообще как вам сейчас вот как вам сейчас вот сейчас вот прямо сейчас как вам мне сейчас классно и вчера было классно и позавчера было классно и до этого тоже было классно до этого 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 но было вообще настолько не классно что я понял что я не хочу в таком режиме жить вообще как это было то есть я был предпринимателем успешным или не очень не знаю и задумался однажды в каком-то моменте жизни вообще как мне и я понял что мне на не очень скорее все хорошо то есть есть состояние когда мне было получше и осознал себя в моменте в моменте бытия я понял что мое общее состояние оно так себе мягко говоря что значит так себе то есть я понял что я не хочу так жить я задумался на тему как я хочу жить собственно ну вообще в каком состоянии к чему прийти к чему идти чего искать вообще как я хочу прожить жизнь я ну понятно что каждый человек хочет прожить и понятно я тоже задумался ну понял что я хочу жить счастливо хорошо подумал я а что такое счастье для меня и понеслось вопросы ответы на них опять вопросы кто откуда зачем почему когда куда тратата много было разных приключений много было разных погружений находились ответы на эти вопросы не всегда они меня устраивали потому что бывали такие которые погружали меня вообще на дно жизни эмоциональный эмоциональное одно то есть когда не хотелось жить вообще потому что терялся смысл представляет а вот такой вот молодой симпатичный парняга такой я то бишь понимал что ну как бы нахрена все это непонятно превращалась ну просто в проживание это было печально настолько что я просто мне было очень грустно от этого осознавания того что я не хочу жить потому что не вижу в нем смысла это вот были следствия вот этих изысканий это было страшно проживать эти периоды жизни потому что было непонятно как вообще когда это все закончится закончится ли и в каком виде потому что не было какого-то света в конце туннеля была просто жизнь и не было смысла в ней она была вроде бы прекрасно в то же время она была бессмысленна вот это к тому что были разные периоды когда проживались разные момент момент проживаются у каждого и просто грустно и грустно очень и бесит все и не раздражают все и как это вынести вообще непонятно и тут еще семья ответственности все такое еще и как работой как с этим справиться какое настроение про какое настроение даже не до вечера до до кровати и проснуться утром просыпаться не хочется уже потому что потому что нас строение скорее всего и будет потому что все это опять по новой и жизнь превращается в рутину неприятных состояний вообще не прикольно перспектива у меня так было у меня так было и я понял что так жить я не хочу и научился жить как мне хочется а мне хочется жить нормальном настроении ну просто она мне хорошая бывает радостная бывает просто нормально как правило просто нормально и чаще и часто очень радостная я даже с этим делюсь периодически с народом просто когда меня переполняет но просто подпирает я там выливаю народ хорошего настроения всех тратата татан как бы работать на самом деле вам рекомендую с этим тоже поработать просто вас будет хорошо настроение просто улыбнись ко мне скажите блин братуха там нормально все вот и пойдет вот но к этому состоянию я пришел и это несложно если этому озадачиться я вот удивляют честно вот я не понимаю почему у нас этому у нас не учат многому но вот этому тоже не учат потому что скорее всего их ну наших родителей тоже этому не учили потому что но немножко даже как-то странно это вот будет звучать если предложат научиться хорошему настроению научиться хорошему настроению ну и это возможно и это возможно если этом уделить какой-то ну просто уделить внимание это ни в один день не вот не случается вот так вот но случается если к этому вопросу подойти системно просто за хорошее настроение отвечает несколько набор факторов в первую очередь тело понятно если тело болит ну как бы наверно не очень хорошо будет даже вот будь ты не знаю ну как бы у меня тоже это бывает не очень когда случается редко но так или иначе бывает же бывают бывает и все настроение не очень поэтому телу нужно уделять особое внимание уделять внимание всегда точнее и сознание сознание которое в дает команду нашим гормоном железам внутренней секреции вырабатываться или не вырабатываться в общем есть методы и приемы как улучшить свое настроение вот их масса я сейчас про это качаю разные там передачи записываю разные ролики прикольнее в основном потому что но мне прикольно и я пишу в этом состоянии вот дают сразу лайфхак 1 если у вас плохое настроение вы хотите его поднять в моменте вот прямо вот работает железно потому что физиология все очень на самом деле просто в наше тело очень как бы слов очень сложная но в то же время просто если понимать как она работает если у вас плохое настроение вот прямо ну как бы хочется просто поднять достало все вот прямо хочется поднять его сейчас обнимитесь сами с собой обнимитесь деревом или если такая есть возможность обнимитесь с соседом либо соседкой либо с близким человеком просто обнимитесь вот обнимитесь это насе вот я недавно знал смысл обнимашек это оказывается работает физиология наша такого снижается гормон стресса кортизол такова физиология обнялся с чем-то живым и все его на тип пожалуйста гормон стресса снизился как минимум вас не трясет немножко вас трясет поменьше в общем вам получше станет точно это самое простое подышать погулять позаниматься спортом покачать свое тело но так или иначе физуху позаниматься телом это тоже улучшает настроение но это самое простое но вообще настроением можно позаниматься для этого можно позаниматься им более осознанно чем просто обняться либо там заниматься спортом как правило настроение влияет наше прошлое наше настоящее и наше будущее то как реагирует сознание на входящую информацию которая мы вспоминаем из прошлого как воспринимаем ситуации из настоящего и как думаем о том что еще не случилось в будущем в общем то и все это работа со знанием но это работает если ты понимаешь как этим управлять поэтому ребята настроение можно регулировать и жить в том состоянии в котором вы хотите всегда но этому нужно уделить какое-то количество времени почему я этим сейчас вот зачем я записываю этот ролик да потому что мне хочется быть в окружении довольных людей радостных как минимум счастливых как максимум потому что я так хочу и я это делаю если вы хотите быть в хорошем настроении ну уделите этому внимание изучите вопросы как улучшить себе настроение как выйти из депрессии это вообще это на самом деле депрессия это бонус это подарок перехода на следующий уровень жизни на уровень на качественный уровень проживания своей жизни если вы решили эти вопросы свои как выйти из депрессии то вы просто как бы вот из третьего перешли в следующий класс просто на самом деле на каждом класс в каждом уровне есть свои нюансы но так или иначе депрессии это ну как зачетный экзамен для перехода на следующий уровень так что дерзайте и будьте в хорошем настроении счастливы и будьте здоровы будьте счастливы живите богато радуйтесь жизни это возможно просто нужно этим озадачиться всем хорошего настроения и хорошего дня виктор крушанов и кого кому интересно жду в школьное строение что есть сделано горе рассвет встречаю тут классное место видовое тут встает солнце вон он лезет вообще живу в районе вот этой горы бойко она вроде кажется маленькой но такая она прикольно есть ролик про нее снимал недавно очень удивительное место забрался в горы потому что здесь кайф ну здесь классно рекомендую путешествовать побольше и любить друг друга любовь это такая штука тут я понял что такое любовь качаю сейчас эту тему вы давно кому не говорили люблю тебя вот отсюда чист с чистым сердцем люблю тебя вот скажите кошки или собаки своей там любимый человек вы просто искренне сказать и люблю тебя это так скрыти маме своей люблю тебя мама вот попробуйте сказать если давно не говорили если говорите часто вам респектно потому что вы понимаете про что я говорю скажите папе батя люблю тебя я говорю это регулярно ну к сожалению моих уже нет живых но это так прекрасно но полина ребята люблю тебя дорогой ты мой человек им вот здесь у меня булькает от того что я так говорю потому что я научился это говорить и в этом пащик такой потенциал хорошего настроения вы знали бы вы ну если кто не не ну ну попробуйте потренируйтесь на окошках все пока о солнце встало класс то просто говорите каждый момент когда вы можете это кому-то сказать люблю тебя просто потому что о кайф какой вот эта красота ребята ну ладно в общем и день настал и вот видите как все люблю тебя жизнь за то что ты прекрасно давала всякие невзгоды трудности и радости сейчас их стало больше точнее они всегда были просто я настроение я настроился я настроился я этим занимался долго упорно было тяжело и горько печально но я настроился и стал мастером настроения о как сказал не раз так не говорил я мастер настроения мастером Продолжение следует...